Молодая актриса и певица Дарья Александрова решила пуститься во все творческие тяжкие и примерила образ провинциалки, а все благодаря российскому проекту с говорящим названием «Барышня-крестьянка». Суть проста – показать контра жизни девушек из мегаполиса и деревни. И пока наша Даша покоряет одну из таких деревушек, примеряя образ колхозницы, на смену ей приехала Лара, провинциалка из Кубани. Я понятия не имела, кто она, ни разу не слышала ее, не видела, но когда я посетила ее дом, посмотрела, чем она занимается, я поняла, что она очень творческий человек и мне это очень нравится. Ну, я считаю, что это очень интересно поменяться с кем-то жизнями. Как это вообще представить? Ты приезжаешь в незнакомый город, в страну, в незнакомой семье, и они должны тебя принять как родные. Ты тоже. На интервью Лара приехала прямиком из салона красоты. Процесс преображения – одно из заданий шоу. Кстати, участницу взяли под опеку друзья и по совместительству коллеги Александровой по группе ЕС-17. И, судя по всему, ребята неплохо проводят время. Вообще, предполагалось, что приедет такая гром баба с деревней. Ну, на самом деле, потому что бывали программы разные, я следил. Вот. А, ну, на самом деле, приехала такая общительная, веселая девчонка. Учил кататься на лыжах, потому что сам люблю на лыжах кататься, не на сноуборде. Спорт в ее душе, в ее сердце, в ее крови. Но если все так радостно и безмятежно, откуда же тогда этот всплеск эмоций у героини прямо во время интервью? Все-таки от одиночества в чужой стране никуда не деться. Лара до безумия скучает по своему привычному окружению. Одна моя лучшая подруга, она пошла дальше по гонболу, и я за нее очень скучаю. Программа «Барышня-крестьянка» с участием Даши и Лары выйдет не раньше Нового года. Удастся ли обеим достойно примерить непривычные образы, покажет время. Но в одном наша барышня уверена точно. С звездной болезнью такие великие люди, как я, никогда не могут заболеть. Нас еще ждет насыщенный вечер впереди. Ты издеваешься? Нет. Я думаю, нам пора. Ладно, пошли. Пойдем.